Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok И еще есть самая длинная кольца, она борцовская, потому что у борца самая длинная кольца. Рука здесь, просто беру. Вот отсюда я делаю шаг, беру захват, это борцовская кольца, она длиннее, видите там. С задней ноги я не достаю его, да? А вот сколько я кольца насчитал? 5? Ну, может проиграть, за кольц удлиняется. Какая сторона защита от ножа? Убежать. Выйти за кольцу. Не обязательно бежать, вы можете выйти за кольцу. Ложишься и бежать. Потому что если вы с профессором встанете, ну, некоторые говорят, вот там блоки, там, сюда, сюда, руки. Если у вас будет резать человек, который нажимал вот ей, у меня есть учитель Сергей Николаевич Гришенко, он начинал с характерниками. У того колода была сильная, тяжелая. А ты им скажи пару слов, кто такие характерники? А, я бы говорил. И характерники. Кто-то у кого характер появится. Ну, скажем так, это мистик нужен немножко для людей, которые могут делать того, чего обычный человек не может. Вот это называют характерники. Атака. В том числе, да. Это выше просто? Да. Ну, это уже как бы, ну, вот это вот, уже. Самое главное нельзя выше встигнуть. Да. Это, скажи так, когда вот можно заставить бить другого человека того, чего нет. Что ты, ну, идешь и показываешь, пошел сюда, он бьет куда-то туда. А ты на него уже где-нибудь сбоку стоишь. Просто перерезаешь его с того. Ну, вот это так может называться. Гипноз, да, сейчас говорят. Они все обладели этим темой. А, ну, это гипноз, сейчас говорят, да? А вы знаете, что такое гипноз? Как можно построить? На чем он построен? Удобно, да, позиция? Это гипноз, все понятно. А вы не знаете, что такое гипноз? Какие принципы построения? Он и есть, облидет? И есть. А как человека заставить? А, Егор, в общем, сейчас еще одну топкую тему пытается показать, но они не уладят. Нож, смотрите, околица, вот эта рука, да? Нож выстрел, околица какая-то, длинная. Залез вот сюда ко мне в околицу, пытаться у меня нож это брать. Вот корода, там был такой характерный график, он и крутил, и не было видно. Вот она такая, она весила почти пятьдесят килограмм, такого размера. Он и крутил, и еще нож из руки в руку перекидал. Представляете? Ну, такая вот работа. Поэтому, если вдруг попадает мне рука, перерезать там все такими движениями, ничего не стоит. Поэтому, ну, она защита даже какая-то. Но, мне определенно надо ему врезать, правильно? А для этого мне надо к нему подойти. Я огнем подшагиваю, он делает режущие движения. Да, за ножом еще важно уметь прятаться. То есть, он не должен уходить в сторону. Все время должен быть за ним. То есть, подрезку сделал, сразу на линию атаки его возвращаешь. Это важно. За ним спрятаться. Подрезка пошла. Я выхожу, и если он вдруг сдуру отвел вот эту оружию в сторону, появляется, возможно, что сделать. Это краткий миг, но надо иметь спорту. Подрезку сделал. И раз, видите, она ушла. И здесь есть пустота некая. Я что сделал? Тут же я вхожу сюда, вызываю чуть-чуть. Есть в других мест много чего. Коты киряется там. Их не закачаешь, ничего себе не сделаешь. Плавающие ребра не закачиваются тоже. И эти места не закачиваются. Здесь глаза, вот эти места, колени. Это всё разбивается лёгким движением. То есть, если ты ещё у плотинки, по-разному, а плотинок это оружие, то есть, надо с вооружённым ходить всё время. Понятно, да? Всё. Я смеешься. Отброшу? Я верю. Что мы сейчас с вами делаем? Мы пробуем поработать на улице. Помните, как пробудить в себе вот эту собаку? Точнее, не собаку, а способности, которые у нее есть. На тебя колесо наезжает, и уже ушло. Вот есть такая вещь чудесная, которую человек за пять минут превращает в супермена. Потому что это больно, это заставляет быть живым, проснувшимся, бодрым. Если, конечно, ты сделал подписку. Они уже сделали потом. Это штука болезненная. Но это не совсем такая, как Андрей Каримов делает. Она мне не очень нравится. Скорее гибкая палка. Ногайка, она все-таки... У меня есть плетение. И боевое плетение, а там при ударе она растягивается. Потом сжимается. И удар идет не за счет того, что вперед за движение, а за счет того, что ты его возвращаешь. Также и удар можно нанесить только вперед, а можно что сделать? На возвратном движении. У меня есть плетение. Как кистей. Да, примерно то же самое. Она похожа на нога. О, у нас еще одна нога. Хорошая вещь. Смотрите, вот ногаечка у меня. Сейчас учебное упражнение. Останься на месте. Важно, чтобы человек, который увесит нога, он владел телеграном. Потому что если я сильно долбану, боль будет сильная, сознание затопит, учиться невозможно. Нужно вот так положить, называется, на кожу. Чтобы было больно, но не обидно. И чтобы сознание не затопило. Так же бить надо. Потому что одно дело, обозначать удары, он никогда не научится. Он не будет знать, что надо уходить с этого удара. Нужно обрезать, но и не травмировать. Но чтобы он понимал, надо уходить отсюда. Уходить надо. Вот так. Тело должно быть. То есть надо заставить думать телом. Отлично. Что мы сейчас с вами сделаем? У нас три нога есть, да? Есть некоторые такая штучка? Смотрите. Это из разряда плотности и пустоты. Это вот то, что может быть, если в последний день не поработал, плотная пустота. Это такое тонкое и такой... В общем, для большинства это известно, как бесконтакт. Да. Плотность – пустота. Потому что, если ты это видишь, ты понимаешь, что вот, ну, это...